эфир с моим товарищем по сетевой партии в максимом шефцовым ну и обсудим текущие вопросы основной из которых это новый законопроект который планирует принять государственной думе по поводу как это вы правильно сформулировать дискредитация вооруженных сил российской федерации и добровольческих подразделений которые участвуют в помощи нашей армии да вот давай сниму и начнем макс приветствую наши друзья приветствую наших наших подписчиков наших товарищей из проекта сетевая партия на сегодня мы все видели что как бы анонсировали новый указ что теперь до 15 лет будет грозить любому кто будет пытаться дискредитировать нашу армию российскую армию которые сражаются на полях и сво на полях украина в рамках специальной военной операции но соответственно будет доставаться и всем волонтерам кто не всем волонтерам а кто будет тоже самое пытаться дискредитировать волонтерские движения добровольческие организации всем тем кто помогает нашей армии и тут как бы возникает вопрос а лан ты попадаешь под это все меня не уважаешь нифига я как бы волонтерским вот этим движением заниматься ты без должного уважения ко мне относишься так что все могут попасть но в первую очередь по ходу попадет тут пригожин если этот закон шутки шутками но если этот закон заработает как пригожин калашматит руководцем минобороны тут наверно никто так не калашматит а я напоминаю всем нашим зрителям подписчикам и уже разбирали свое время примерно то же самое это все говорит о том что ситуация накаляется я думал он сейчас скажет свое видение мы как бы больше в информационной борьбе специалиста но тут вход входит скорее всего такая высокая политика то есть сражение начинают вываливаться действительно из такой теневого фона в публичного т amiga mask и пожал phenomenal от товарищей попадет под действия этого закона то нет колес или товарища юрий дуть или товарищи которые работают на ходорковского на навального канала точне они попадают интересно под действия этого закона или только попадают под действие этого закона те до которого этот закон может дотянуться то есть мы маленькие скромные блогеры маленькие скромные потому что у нас по сравнению с этими кого я перечислил очень маленькое количество подписчиков аудитория маленькая получается что это удар большей части по патриотической части нашего этого блогерского информационного сообщества почему потому что люди проблемы озвучивают некие подсвечивают их но не из как сказать жажды потешиться как ты говоришь посмеяться просто желание донести и очень часто ну ни для кого не секрет да что проблемы есть в армии это озвучивалась по крайней мере с обеспечением и со всем остальным благодаря этой информационной работе люди начали собирать деньги там покупать необходимое вести на фронт озвучивать с фронта что еще не хватает и вот такая вот работа волонтерская настроилась а без этого без понимания что есть проблема нет возможности и решить правильно нет проблем они нету озвучки о проблеме значит проблемы нету со старой как нет и при и при этом получается максим все вражеские ресурсы они свободно будут вещать все что считают нужными альтернативы им не будет поэтому ящу ну по моему субъективному мнению я никого ни в чем не обвиняю но такой закон если он вступит силу тем более 15 лет это не 15 суток да мы понимаем что это больше чем за убийство я вот знаю ситуации в осетии когда-то было даже за двойное убийство человек получал там 78 лет ну там обстоятельства разные ну не важно да но вот 78 лет а тут за то что ты там сказал что на фронте у кого-то почтальников не хватает люди давайте соберем денег и пацанам отвезем потому что они зимой могут отморозить какие места которые пригодятся еще в будущем до для продолжения рода ты теперь получаешься враг до кредитирует преступник выводишься уже в нелегальное поле становишься человеком как на которого будут накинут ограничения мы же понимаем сейчас можно на любого натянуть такой закон кого хочешь можно до подогнать запроса не только пригожина пригожин понятно у него целая чувака вагнер его еще иди попробуй арестуй мне хочется посмотреть на этих сотрудников полиции которые будут арестовать пригожина как бы понятно что до него то вряд ли не думать что это все с каким-то образом связано с роликом выложено в инфополе буквально позавчера с генералом мотовниковым не кажется тебе вообще не кажется мне кажется что ролик с генералом мотовниковым как правильно заметил товарищ господин пригожина не правильно назвать это все-таки показатель внутри элитной борьбы есть внутри силовых структур некая борьба знаешь политика в советском союзе это борьба бульдогов под ковром а которой можно судить только по выброшенным трупам и вот из мотовникова хотят сделать вот такой некий политический труп но я думаю что это вряд ли получится ну я с ним лично не знаком как сказать но хороший мужик кстати вот у меня он вообще знаешь кто это он был предан здесь в осетии я поэтому как бы следя за политическим полем я знаю немножко про этого человека ну читал да отец мотовникова свое время он будучи генералом кгб подписывал он дропово приказа создание группы а вот этой знаменитой альфы это его отец подписывал сам мотовников в ней служил в этой самой альфе нога много лет до боевые пловцы как бы вот ну это понятно серьезное очень специальное подразделение да 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 ну если лита правильно сейчас такое затертое словом но это по крайней мере человек который воевал как бы начиная с автомата с окопа и вот потихоньку потихоньку продвигался по этой военной карьере это воин понять это не военный который протирал штаны всю жизнь генштабе там нося кому-то чай там или там помогая какие-то финансовые схемы выстраивать потом он командовал ссо это силы специальных операций в сирии да там за что получил герой россии за операции в сирии командуя ссо потом был полпредом президента то есть доверенное лицо который вот в таком нашем проблемном регионе занимался ну как око государева да и тоже довольно достойно себя показал сейчас его вот перед началом всех этих как бы военных историй его перевели он сейчас замглавкома сухопутных войск то есть человек непосредственно участвующий специальной военной операции да то есть это уважаемый человек одним словом по поводу этих видеороликов макс я сам своей жизни несколько раз становился жертвой информационных атак ну вот подобных информационных компаний даже сейчас такая некая мини компания происходит мои аудиосообщения пересылаются своими комментарии дискредитация да то есть можно вырвать слова из контекста можно из личной переписки но у каждого есть личная жизнь минут я хочу своим подписчикам сказать что действительно вроде фалано ведется некая работа у его оппонентов и эта работа скорее всего связана ну с финансами потому что они выходили на меня там всякую кашу выкидывали на алана и видно что это топорная работа которая строится на личной ненависти к алану там нету знаете действительно каких-то подводных камней которые ну показывают что алан там негодяй мерзавец это я к тому вообще объясняю людям что если кому-то поступит вот эти все вещи вы сначала разберитесь вы логично построить цепочку посмотрите на алана дела там ничего страшного нету но вот эти грубые накидки которые делают вот такие совершенно нам не товарищи это говорит только о том что алан где-то переходит дорогу вот тоже самое результату конечно вот эта же информация понимать она же дискредитирует я подозреваю может быть я мое субъективное мнение что такая информация она может использоваться и для вербовки да потому что человек имеет доступ гос всяким тайнам и прочим и судя по тому что эту информацию выбросили всей он их наверное либо послал либо не поддался этой самой вербовки люди скрипя зубями выбросили это дело в сеть да какие-то личные переписки до этого там точно также выкидывали какие-то различные ролики его супруги да там то есть на него наезд уже идет последний месяц люди получили доступ и вот таким делом это консервы это сто процентов заготовка это не было снято вчера позавчера позавчера как минимум это 45 лет назад было но смысл в другом что она действительно хранилась до последнего момента и в тот момент когда некие силы решили его дискредитировать они выкинулись и начали срезать обратную связь как люди отнесутся к этому какие разгоны информационные начнутся это все для одного делается убрать эту фигуру из из доски вот этой стратегической военной доски но опять же повторяю это его личное дело и большой минус тем людям которые вот эти консервы вскрывают и публикуют вот это мое субъективное мнение у меня в куча примеров есть моих друзей которые ну так же попадались когда деньги выпрашивали ну как требовали 3000 рублей отошли иначе мы там опубликуем по всем соцсетям по им среди родных близких ну у меня товарищ такой ну раздолбать он горит опубликуйте чем и хрен никто не видел блин а если не видел пускай посмотрят полюбуются и все и вопрос закрылся ну это грамотно было сделано потому что дай сначала 3000 рублей потом 5000 рублей шантаж дело такое ты один раз попался на слабину да это косяк мотовника что но так получилось но от этого никто не застрахован чтобы все понимали это информационный мир надо просто быть осторожным в дальнейшем мы как бы сохранять информационную чистоту то есть на телефон не надо вот это записывать секс женой там или с себя голову потому что в любой момент тут карточки взламывать с деньгами а что взломать ну алана тоже телефон взламывали он не мог расплатировать сколько три недели поэтому люди тут как бы это все на совести тех людей которые вот такими вещами промышляют нехорошими делами понимаете это сделано действительно очень непорядочными людьми очень пусть будет да пусть это будет самый большой грех генерала мотовникова перед родиной ну зато женщины посмотрели чонка как-то мотыля нормально мне понравилось при всем уважении генерала все мы мужики мы все понимаем я просто поджал говорят ночью блин нормально все да но вот правильно заметил товарищ пригожин да что импотентом в лампасах наверное очень неприятно смотреть подобные видео импотентом во всех смыслах им неприятно такое смотреть и вот соответственно они решили этим делом на воспользоваться по мнению господина пригожина товарища пригожина ну а по закону поэтому может она и хорошо конечно что такой закон в пиндюре но вот алан правильно дудя по нему не притянут не посадят галкина по нему не притянут не посадят взять а шойгу не притянут не не привлекут к ответственности это все каким-то образом будет бить по нам простым блогерам которые действительно скажут там тепляков не хватало о это дискредитация все нас хватает иди сюда 15 лет будьте любезны и что тогда будет и тогда в информационном поле будет у нас и шаре одни звучат и будут звучать дуть то там у нас еще когда конечно вот эта вся муть и будет навального там у него большие сейчас ресурсы в ютубе везде то есть расчищают поляну от патриотически настроенных граждан в пользу откровенных врагов потому что отключить полностью интернет они не смогут понимать и полностью решить лишить людей доступа к информации в двадцать первом веке в информационную эпоху на секундочку тоже вряд ли смогут соответственно будут бить вот по людям с патриотической ориентации какой-то политической все это потому что нет идеологии понимать нету вот этих маркеров если был бы маркер как при стали не было этот за народ за советскую власть это свой да при должной проверке там как в тридцать седьмом году было ежовщина там это вся троцитско-зиновьевская тема они же на простых людей на порядочных военачальников накидывали вот это вермо предателя и осуждали убивали а потом когда-то вскрылось ведь можно человека по-разному уничтожить вот как смотовника закинуть вроде факт есть вроде все его результаты работы показывают что это настоящий патриот нашей родины да потому что патриот офицер воин еще раз говорю это не человек который штаны протерял в штабе всю свою жизнь всю свою жизнь вот участвовал война просто поймите правильно дискредитировать можно любого алана меня собида брюшкин как это были во времена вот три года назад алана то прокурор прокуратура первого блогера в стране пыталась сергея штрафовали жена дерге штрафовали на 500 тысяч меня этот киселевс вести недели я дома пришел а мне все говорят у тебя по телеку показали по центральным каналам что ты такой это злобный анти товарищ как это без начали меня там вызывать некие органы а то что а как поэтому я я к тому говорю что враги не дремлят и они будут всеми путями гадить нашему государству которое действительно сейчас стоит на острие вот это ему очень серьезно геополитической обстановке мы же не шутим с аланом когда говорим уже говорим с 2017 года что тут уже либо они нас либо мы без всякого якого если они победят мы прекратим существовать это сам путин тоже подтвердил буквально на закрытой коллеги фсб россии вчера позавчера и надо относиться ну со всей серьезностью и когда такие законы принимают там дома наша мы же не знаем кто там сидит до сих пор какие тайные жуки до агенты спецслужб всяких разные разных стран которые спят и видеть зачистить все население российской федерации стать хозяевами на нашей земле мы же не знаем кто там да мы можем догадаться что у тех кого есть на вилла ну о чем мы с аланом говорили крючки на западе и же мол могут тоже подергивать смотовником у них не получилось как мы видим а с этими товарищи может получилось может из видео где мужчина насилуют девочку или спит с мальчиком да и когда и конечно определенный момент сказали мы это опубликуем на телеграме в чк у гпо все же увидят тогда тебе хана ты лишишься всего еще и в тюрьму сядешь ну и человек или другие люди начали гаде там госдуме на свете федерации в той же фсб в разных разных структурах информационный мирный такой же и все вот вам агент глубокого внедрения до торт их много макс вот на самом деле и поэтому это вот желание знаете таким образом топорным бороться за умы очень странная запретами тут не получится совершенно нужно просто менять подход к этому делу потому что запрет это не управление сознанием масс информационная эпоха это право управление сознанием когда вы запрещаете своим а при этом не можете запретить всем остальным вражеским структурам вы же не можете запретить у вас технических возможностей для этого нет соответственно просто для вражеских структур зачищаете поляна информационное поле а чтобы что с какой целью просто вы хотелось бы узнать тем более такие срока. Естественно, сотрудники полиции захотят, у них там план есть определенный, да, наверное, эти темы. Да, показатели нужно будет выполнять. И какому-нибудь пятнаху врубят за то, что он там написал, что мобилизован, а каких-нибудь кальсонов не хватает. Люди, давайте соберем деньги, отвезем, ребят поддержим. И за это можно уже получить будет срок. Судя по этому законопроекту, он пока еще не стал законом, его еще не приняли. Мы поэтому заранее делаем с Максом видео, как бы... Ну, просто обозначить, показать плюс. И показать минусы на самом деле. Но у нас нету задачи опорочить этот закон или там его оттянуть. Просто показать всем, чтобы люди понимали, что этот закон это тот же слон посудной лавки. Может помыслы и светло, но как говорит Алан, это будет бить только в нашу сторону. И понятное дело, даже чтобы все не переживали, главное во всем этом деле умысел, преступный умысел. Вот если вам заплатят, допустим, за дискредитацию власти, это одно дело. Там от Ходорковска, допустим, поступил транш, сюда в России определенной группе людей или человеку, он за деньги начинает порочить там доброе имя волонтерского движения или там нашей армии. Это одно дело, да? То есть за деньги, имея преступный умысел, человек или организация начала дискредитировать армию. Это одно дело. Но мы-то понимаем, как в нашей стране работает. И мы это понимаем на примере Алана Сергея и меня, как это работало не в далеком прошлом, в 2020, в 2021, в 2022 году. Мы под пресс очень серьезно попадали. Именно из-за того, что получалось так у нас в стране, что закон вроде он нормальный, но он бьет почему-то в одну сторону. В сторону настоящих патриотов. Поэтому, господа депутаты, подумайте, пожалуйста. Мы, как ваши избиратели, даем вам такой наказ. Внимательно прочитайте закон перед тем, как его принимаете. И задумайтесь о его последствиях. Врагу вы этим не навредите. Невзорова, Шария, Гордона, Дудя, вы этим не заткнете. Против кого он направлен? А поддержки лишитесь, реально. Мы хоть это делаем противовес. Потому что повторяю, Соловьев, Симонян, Красовский, вся эта когорта, они себя дискредитировали в лице всего населения Российской Федерации. И дискредитация это была через уранье, через те же события, которые происходили три года назад. Мы же помним, и монетизация, что было, и реформа образования, потом пенсионная реформа, а потом уже и вот эти вещи с модной болезнью. Мы же это все видели, что там люди кувыркались, и, понятное дело, не из-за идейных предпочтений, а за долю малого. А раз обманул, второй, третий, четвертый, в оконцовке все. Это дискредитация полная. И вы на одном этом РТ, ну не выскочите в таком противостоянии. А враги там ушли. У врагов есть финансы, очень огромные финансы. У них есть свои информационные точки. И вы вместо того, чтобы нам помогали, вот таким, как Алан, Сергей Добрышкин, я, Лепехин, ну и многие-многие наши товарищи, тот же канал Спец. И вы по умолчанию этим законам, нас поставьте всех в раму, будете помогать тем же этим иностранным агентам. Ну, так же получится. Конечно, они будут свободно вещать. Понимаете, а вместо этого, какой вы где-то ситуации, правильно и грамотно организовать информационную работу в Министерстве обороны. Понимаете, грамотно ее организовать, сделать так, чтобы все информационное поле было заполнено адекватной информацией, правильно поданной, интересной зрителям от лица людей, которым они доверяют. Вот этим же военкорам же верят больше, чем этим пропагандистам в телевизоре. И этому есть объективные причины, предыдущая эпоха вся, когда они врали, 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 врали бесконечно. Понимаете? И им не верят. Теперь такой закон. Все, кто в частном порядке, как бы сказать, по зову сердца вещает, да, потому что считает, что его окоп информационный в этой войне, их тоже выпиливаете. И расчищаете поляну для вражеских всех этих сил и их информационных ресурсов. Вот, собственно говоря, о чем этот закон, на мой взгляд. Если он будет принят, он пока еще не принят. Вот об этом, друзья, давайте вместе думать, распространяйте наше видео, чтобы может достучаться до сознания наших власть имущих. Зачем они пилят сук, на котором сидят? И так он довольно неустойчивый. Да, да. Нам потрясения не нужны. И мы это делаем действительно по зову сердца. Нам... Мы не сидим на дешевке у Ходорковского, у Невзлина, гражданина Израиля, у олигархов, опять же, которые у нас тут работают, а живут по факту на Западе. Их деньги работают против нашей российской армии. Почему их за дискредитацию армии, да? Тот же Фридман, миллиард рублей, миллиард долларов давал армию ВСУ, украинской армии, по сути, с кем мы сегодня сражаемся. Да, но это не дискредитация. Почему их не привлечете, да? А никто это делать не будет, потому что это... Потому что... Руки коротки, потому что это олигархи. Совершенно верно. Абрамович, который терамису кормит этих, кормил азовцев в самолете. Это не дискредитация? Я айфоны дарил. Я айфоны дарил. Совершенно верно. В этом смысле... Да, Макс. Говори, говори. Информационные войны можно выиграть, если хотя бы вести начать. Понимаете? А делать вид, что информационной войны не существует... Ну, делать вид, законами так принимать, как будто ее нет. Но это самый верный путь к проигрышу в ней. А она... Эта информационная война одна из важных, потому что война за сознание. Если вы не управляете сознанием своего народа, им будут управлять другие люди. А как по-другому? Я не представляю. Вот, собственно, о чем хотелось. И проблемы надо решать. Вот появились проблемы, их надо озвучивать и находить выход из создавшейся ситуации. А когда будут замалчивать об этом, это все коснется непосредственно наших бойцов на линии фронта. Их кровь будет литься там, где она не должна литься. Вот мы только за это и переживаем. А какие бы законы не выдумывали, мы все равно найдем, как их обойти. Через троллинг, через едкий юмор. Мы найдем, как это все сделать. Но мы просто имеем совесть, честь и достоинство и хотим уберечь наших товарищей от ненужных потерь. В информационном поле. Сегодня каждый голос, каждый честный человек, каждый товарищ, который сражается с нами в информационном поле, на вес золота. И мы не имеем права их терять. И поэтому... Когда в армии создали политуправление, я думал, что будет как раз создана армия для ведения информационных войн. Для информационных войн не боевые листки нужно вешать, печатать на печатной машинке и прикреплять кнопками где-то там в частях. А это немножко другая история. Люди должны быть с гуманитарным образованием, генерировать идеи, придумывать способы их донесения. В первую очередь в головы врагов, потому что информационная война ведется не в головах своего населения, она ведется в головах чужого населения, если это наступательная операция информационная. Вот как украинские информационные ресурсы ведут войну в головах россиян, то есть закидывая их постоянно своими продуктами в большом количестве, в качестве и во всем остальном. Вместо этого мы хотим закрыться. Вместо этого мы хотим... Конечно, коробочку какую-то свою закрыться и делать вид, что ничего не происходит. Но это путь к поражению, самый верный. Я понимаю, что никого не дискредитируя, но как было, так уже не будет. Понимаете? Наши многие руководители, есть такое ощущение, они хотят вернуть прошлое. Прошлое вернуть нельзя. Нужно смотреть в будущее. Понимаете? Либо наша элита правящая развернется лицом в будущее, а не будет лицом в прошлое смотреть и вот так вот спиной вперед двигаться по дороге истории. Ничего хорошего не будет. Прошлое всегда проиграет в будущем, в столкновении. Вот когда сталкиваются прошлое и будущее, будущее всегда выиграет. Если даже оно на первый взгляд слабее, просто потому, что оно будущее. Время на их стороне играет. Так же, как в Гражданской победили большевики, так же, как в Великой Отечественной победила советская армия. Она моложе была, просто физически моложе была. Средний возраст генералов был около 50 лет. Средний возраст генералов был в немецкой армии больше 70 лет. Поколение разрыв был. И немцы проиграли. Понимаете? Сейчас обратная ситуация. Сейчас средний возраст у нас генералов 70 лет. У противников 50 лет, там, 40 с небольшим датом. Мы же это видим. Поколение разрыв. И поэтому они понимают, что такое информационная война. А наши, ну, информационная война, это приклеить боевой листок, напечатанный на печатной машинке. Ну, или посмотреть первый канал телевидения. Все. Я рассказывал просто про эту информационную войну. Вот товарищ приехал, когда с фронта летом еще. И рассказывал, говорит, приехал к нам, говорит, по воспитательной работе. Политрук этот, да, там, какой-то подполковник. И притащил, говорит, с собой огромный телевизор. Мы на переднем, ну, ребут, в первой линии находимся. Притащил телевизор и говорит, надо вот тарелку поставить, генератор вам обязательно. И чтобы вот высмал, чтобы личный состав по вечерам смотрел передачу Соловьева. Мы ему говорим, ты еще больной, что ли? Беспилотники летают, артиллерия. Орать там начал, что там махать начал. Что вы там, негодяи? Пока там ребята взъерошенные от текущего боя не пришли, это все не услышали. И таким рукоприкладством не объяснили господину подполковнику, что сейчас немножко не время смотреть передачи Соловьева. Нет на это просто свободного времени, да. И есть гораздо более важные вещи и демаскировкой такой заниматься, ставя телевизор, понимаете, и там в блиндаже. Ну, вот понимание, вот понимаете, разрыв в сознании. Это разрывы в сознании между тем, что они думают себе и тем, что есть на самом деле. Вот есть реальность, а есть реальность в отдельных головах. Я понимаю, что в голове у каждого своя реальность. Макса своя, у меня своя, все мы живем в своей реальности. Но эта реальность может быть в потоке времени, в реальность происходящих событий, а она может быть в прошлом. Понимаете? В прошлом. Туда смотрят, как будто еще 60-е годы, там 70-е, 80-е. А это уже не совсем... Ну да. Время, другое время изменилось. Надо идти в ногу со временем, а лучше опережать время, но хотя бы в ногу. Вот та информационная война, это как раз показатель. Большевики победили, потому что они победили в информационной войне. Совершенно верно. Время, где информационная война была война за умы, они победили в войне за умы у того населения Российской империи, у этих рабочих, христиан и, соответственно, воинов, военных, солдат и офицеров. Информационная война. Победили в ней. У нас есть колоссальный опыт, огромное количество специалистов в стране. Почему они не занимаются этим делом? Почему это не организовали? У нас политуправление целое есть. Какой оно ерундой занимается? Ну, потому что есть указания, Алан, и они выполняют все приказы сверху. Я подтвержу слова Алана, есть куча специалистов. В главном разведывательном управлении, ну, сегодня нет этого названия официального, у нас, опять же, Сердюков товарищ. Расформировал в свое время, ну, такое суперэлитное, на мой взгляд, элитную организацию. Есть специалисты классной ФСБ, в АП есть эти специалисты. Да везде они есть, среди гражданского населения. При должном образовании, опыте, опыте и работе в информационном поле, ну, даже мы с Аланом можем произвести тот контент, который, ну, необходим, если были бы необходимые силы и средства. Даже на этом уровне можно... Самое главное, мы знаем, что надо. Понимаете, что надо. Ну, у нас консерватизм. У нас, действительно, люди, которые сегодня сидят на вершине, они хотят это все заморозить. И чтобы было как прежде, но при этом выиграть войну. Мы с Аланом уже, действительно, с 2017 года пять лет говорим. Это невозможно. Мы вошли в пиковое время. Вот просто время колоссальных перегрузок. И война это показывает все. И мы, чтобы вывернуть это все, найти эти проблемы, мы возвращаемся к временам Сердюкова, к временам Болгакова. Понимаете? Мы основываемся на источниках свободной информации. Это же легко проверить. Понимаете? И когда сегодня нас пытаются в раму ввести, ну, не нас с Аланом, а все про патриотическое информационное поле, это, ну, ударит бумерангом. И очень скоро ударит. Понимаете? И причем же он ударит, ты понимаешь, по нам. Вот мы телеграм-каналы ведем со своей фотографией от своего имени. И у тебя, у меня, да, мы ничего не скрываем. Соответственно, выигрывают анонимные телеграм-каналы, да? Вот анонимные могут любую помойку лить, там концов не найдешь. Мы тоже знаем, как сделать анонимные, чтобы никто не узнал. Но у меня принципиальная позиция всегда была. Все, что я говорю в соцсетях, я говорю от своего имени и подписываюсь тоже своим именем, да? То есть я могу ответить, как бы, пожалуйста. И, соответственно, мы первые попадаем под удар. Ну, мы, я скажу так, мы с Аланом модераторы проекта «Сетевая партия» в телеграме. Ну, Алан, а свои каналы есть. У нас принципиальная позиция, если мы выражаем свою точку зрения, это, с точки зрения, официально, с нашей стороны. Нам нету, как бы, резона вилять одним местом и быть, ну, вот, знаете, как наши полководцы великие, сидеть на столе в 20-м году и сидеть на столе в 21-м году. Так не получится, разорвет наполовину. И сегодня разрыв и идет. Из-за этого разрыва наши ушлые товарищи и пытаются законами поставить всех в какое-то ограниченное поле. Не сработает это. Поймите правильно, это ударит, наоборот, по всему патриотическому полю. И враг по-любому воспользуется этой возможностью. Накатает заявления, накатает там анонимки, еще что-то. А бюрократическая машина будет вынуждена заниматься вот такими людьми, как мы. И до Путина не достучаться. Он высоко. У него других дел хватает. А когда одного посадят на 15-е, другого третья, то доверия власти вообще никакого не будет. И эта власть превратится во врагов. И тогда что будет? А будет то же самое, как в 1917-м году. Вот и все. Все очень просто. И схема понятна. Тех товарищей, которые пытаются таким образом оседлать волну. Волну, как и песок, как воздух, как ветер, никому никогда не удавалось оседлать. Так же и тут. Мы свободные и вольные люди. И у нас одна цель. Чтобы вот этих сатанистов мы уничтожили. Потому что другие их не уничтожат. Уничтожат только мы. Многонациональный народ Российской Федерации. И их союзники. И мы их уничтожим. Только какой ценой? Как любит, говорит Алла. Что, давай заканчивай, да, Макс? Мысль, которую хотели донести, донесли. Наша просьба к вам. Отправьте, может, это видео своим депутатам. Тем, кто будет голосовать за этот законопроект. Но хотя бы просто, чтобы вы были в курсе. Понимаете? Потому что это серьёзная вещь. И ничего позитивного в подобных инициативах я не вижу. Тем более 15 лет. Понимаете? А при желании, как вы знаете, у нас дела шьют быстро. За любой пост в Телеграме. Где ты там написал, что вот Макс писал на тепловизор и собирал деньги. Это уже дискредитация. Раз ты собираешь, значит их нет. Раз, значит ты ставишь под сомнение мудрость. Великих там товарищей. Не, не, а тут не вариант. Тогда получается, я как волонтёр тоже. Я скажу, подождите, блин. Я занимался волонтёрской деятельностью. Это вы меня. Подожди, до волонтёрской деятельности тоже дойдёт скоро очередь. С такими темпами. Я тоже так думаю, да. Потому что скажут, это же дискредитация. Какие волонтёры? Что вы туда поставляете? Сейчас возьмёшь ты, Макс, напихаешь какой-нибудь там опасный вирус в эти консервы. Или в эти подштанники что-нибудь там набрызгаете. Это же лиха беда начала. Да, некачественный тепловизор, это тоже дискредитация, блин. Надо было нормальный. Не бушный гнать, а новенький, китайский. В общем, друзья, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому давайте объединяться, поддерживать друг друга. А там посмотрим. Да. Спасибо большое.